Брат, подожди, дай ему ответить. Дай ему ответить. Я задал ему вопрос. Да, поговорим об одном аспекте. Я горжусь своей культурой. Отлично. Я не верю в Бога. Хорошо, так что ты... Ты еврей или... Я... Я... Я уважаю право каждого верить в любую сказку, пока эта сказка не говорит тебе убить меня. Нет проблем. Хорошо, у меня нет проблем с этим. Теперь я знаю, где ты находишься с точки зрения морали. Так что с точки зрения объективной морали, мы не можем сказать, что у тебя есть определенный набор моральных принципов, которых ты придерживаешься, или у тебя есть... Западно-иудохристианские ценности. Да. Хорошо. Так что ты принимаешь, например, Ветхий Завет как... Эээ... Вдохновленный Богом, или... Мои ценности, как и западная цивилизация, основаны на Ветхом Завете. Поэтому, так или иначе, я принимаю... Но есть некоторые ее части, которые я нахожу... Хорошо, я не уверен, какова конкретно твоя позиция. Потому что я видел, что ты вместе с Томми Робинсоном. Поэтому я хотел узнать, на чем ты основываешься. Так что я заметил, ты избегаешь этого. Я тоже видел тебя с Томми. Ты избил полицейского или что-то в этом роде, да? Нет, я не бил полицейского. Ты можешь вернуться к записи, она есть в публичном доступе. Но вот что я скажу тебе. Очевидно, что... Я, конечно, не уверен в этом. Можешь поправить меня, если я ошибаюсь. Но мне кажется, что твоя позиция — это антиислам. Да, абсолютно. Могу я спросить тебя? Я не уверен, я просто спрашиваю тебя. Можете подвинуться на два шага? Хорошо, без проблем. Да. Так что я собирался спросить тебя, есть ли твоя позиция антиислам, это не проблема. Я имею в виду, что по определению, если ты не мусульманин, ты не согласен с некоторыми частями ислама. Могу ли я спросить тебя конкретно, что тебе кажется неправильным в исламе, что для этого тебе нужно протестовать против него? Ну, это... Это антисемитизм. Хорошо. Хорошо, давай скажи мне, что ты конкретно думаешь. Ты отрицаешь, что ислам антисемитский? Ну, дело в том, что тебе в первую очередь нужно посмотреть на пророка. Нет, когда я говорю «семит», я не имею в виду всех, включая арабов. Я имею в виду конкретно евреев. Но Моисей был семитом. Я знаю, но евреи... Хорошо. Провозглашает ли Коран ненависть к Моисею? Ваш Моисей в Коране — это не то же самое, что и еврейский Моисей. Нет проблем. Но он был избран у Исраиль. Он был евреем. А как насчет сегодняшних евреев? Сегодняшние евреи... Нет, подожди. Ты со мной? Потому что Моисей — наиболее часто повторяемый из повторяющихся пророков во всем Коране. Он повторяется более чем в 70 отрывках. И Мухаммад также сказал, что он был еврейским пророком. Моисей? Нет, Мухаммад заявил, что он еврейский пророк, чтобы попытаться склонить евреев к обращению. Нет проблем. Но был ли он представлен, или считаешь ли ты, что представление Моисея в Коране является антисемитским? Это... нет. Хорошо, большое спасибо. Итак, чтобы ответить на твой вопрос, я скажу, что если один из героев ислама еврей, и не просто один... Это исламская версия Моисея. Я с тобой. Я просто отвечаю на твой вопрос, хорошо? Если мы посмотрим на всё... И Коран также говорит очень хорошие вещи о евреях. В законе отмены говорится, что вначале ему нравились евреи, но позже, когда он понял... Кто он? Твой пророк. Хорошо. Скажи мне, где написано, что вначале ему нравились евреи, а позже нет? Да, если ты посмотришь исторически, но факт... Кстати, ты знаешь закон отмены? Извини, что прервал тебя. Во второй главе Корана, в 106-м психе говорится, когда мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше его или равный ему. Это применяется только к ахкам, постановлением. Это не применяется к ахбар, который представляет собой повествование. И то, что ты сказал об отмене, об этом говорят люди, которые мало что знают об исламе. И я не пытаюсь сказать конкретно про тебя. Но закон об отмене применимый только к юридическим постановлениям и не может быть применен к повествованию. Правовые постановления, которые являются фундаментальными для религии, которые основаны на идее, что шариат... Нет проблем. Но давай не отклоняться от... Я хочу кое-что сказать, но я с ним. Может ли христианин быть антисемитом? Я не думаю, что евреям следует разрешать говорить. Нет, это небольшой вопрос, на который ты можешь ответить. Что ж, это похоже на точку зрения Матфея в Библии, которая говорит, что женщинам не разрешается говорить в церкви. Могут ли христиане быть антисемитами? Потому что ты говорил, что Мухаммад должен быть антисемитом. Я не говорил этого. Нет, но я спрашиваю, могут ли христиане быть антисемитами? Это зависит от склонности человека. Об этом я и говорю. Давайте продолжим нашу дискуссию. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Я собирался сказать, что Коран говорит кое-что действительно интересное еврейском народе. Хорошо, я скажу, что в общем говорит Коран. Это не так интересно. Нет, ты сосредотачиваешься на скучной части, не на тех частях. Это субъективно. Но ты задал мне вопрос, который по своей природе относится к Писанию. Я даю тебе ответ. Да. В Коране говорится «уамин ахлиль китаби» в третьей главе аят 75. Он говорит, что есть иудеи и христиане, которым вы можете доверять, и есть те, которым вы не можете доверять. В другом аяте той же суры говорится «лейси усавааа». Они не все одинаковы. Это был один стих перед ним. Другими словами, отношение Корана к евреям и христианам, похоже, соответствует его отношению к мусульманам. Потому что в Коране глава 35 говорится «минхум валиму линавсихи, ва минхум мукташидун, ва минхум сабикум бель хайрат». Нет проблем. Я продолжу. Итак, я просто продолжу. Коран говорит, что есть мусульмане, которые угнетают себя, и некоторые из них, которые находятся на среднем пути, и те, кто преуспевает. Точно так же Коран говорит о евреях и христианах, что они не все одинаковы. Есть среди них хорошие и есть плохие. Точно так же, как Коран вызывает такое же чувство ко всему человечеству. Среди человечества вы находите хороших людей и находитесь заслуживающих доверия, и находите ненадежных. Поэтому я думаю, что если мы говорим о Коране, нам нужно посмотреть на текст. Легко говорить, но мусульмане говорят это и верят в это. Я бы с тобой согласился, Ави, верно? Если бы ты сказал мне, послушай, мусульмане – антисемиты. Я бы сказал тебе, что некоторые мусульмане действительно антисемиты. Теперь, давай будем честными, большинство. Ты был на любом мусульманском форуме в интернете? Нет, подожди, возможно, он прав. Это зависит от местоположения. Я из Египта, хорошо? Я бы сказал, что в Египте антисемитизм является позицией по умолчанию. Абсолютно. Если ты не антисемит в Египте, это ненормально. Являешься ли ты националистами или нет? Почему так? Это потому, что я скажу тебе, подожди, позволь мне ответить на твой вопрос. Не могу дождаться, когда ты скажешь это слово. Нет, это не сионизм. Это из-за войн, которые произошли с сионистами в 1967 и 1973 годах. Эти войны усилили антисемитизм. Но с другой стороны, мир... Это как Брексит, их называют неудачниками. Нет проблем. Нет проблем. Я не согласен с историей, хорошо? История — это то, что есть. Но я говорю тебе, что с другой стороны... Нет, ты не согласен с историей, потому что, когда дело доходит до Израиля, я видел, что ты... Давай не будем запутывать дискуссию. Нет, нет, но ты сделал довольно сильное заявление, что ты не согласен с историей. Но на самом деле ты не согласен с ней фундаментально. Хорошо, это твое мнение. Может быть, ты прав. Может, это из-за моего усугубленного незнания истории. Ты мог бы освящать и обучать и наседать, нет проблем. Но я хочу сказать тебе, Авиа, что мы должны придерживаться этой темы. Ты начал разговор об антисемитизме в священных писаниях, верно? Да. Мы говорили о стихах Корана, в которых прямо упоминаются хорошие вещи о еврейском народе. И я скажу тебе, что в некоторых других стихах говорится обратное. Потому что я должен быть честным. Я не хочу быть нечестным. Да. В 62-й главе Корана говорится о гласе еврейских учёных, описывая их как химар и ахмлю асфар, ослы, которые несут на спине священные писания. Что это значит? Коран критикует еврейских учёных за то, что они, обладая большими знаниями, там говорится, что у них много знаний. Но они не применяют эти знания. И, кстати, что действительно интересно в этой критике, Авиа, так это то, что это та же самая критика, которую высказали израильтяне. Когда я недавно смотрел Хараарец, одну из израильских газет... Давайте будем честными, ребята. Хараарец — это не очень израильская газета. Это твоя позиция как правого крыла. Но это газета левого крыла. Это крайне левое крыло. Без проблем. Но это газета в Израиле. Ненавидящие евреев. Без проблем. Но они говорили о чём-то интересном. Для тебя. Хорошо, возможно, для меня. Это твоё мнение. Я собирался сказать, что это класс учёных, потому что священнослужители в Израиле называют шахами. Да, многие из них в парламенте и в Кнессите называют шахами. Но снаружи есть учёный класс евреев. Их собственное сообщество критиковало их за освобождение от армии. Да. Так что, по сути, короническая критика учёного класса евреев такая же, как и израильская. У вас много знаний, но вы не действуете согласно этим знаниям. Ты объяснишь мне, почему тот хадис... Давай вернёмся к началу. Хорошо. Какой хадис? Тот, который говорит... И это не то, почему... Потому что я постоянно слышу слова, что это исторический... Нет, это не историческое событие. Это то, что произойдёт в будущем. Да, конечно. Поэтому нам нужно от этого избавиться. Нет, нам не нужно избавляться от этого. Потому что этот хадис говорит нам о том, что между мусульманами и евреями произойдёт война. И, кстати, если быть честным и ясным, в то конкретное время... Да. И это апокалиптический хадис. Речь идёт о конце времён. Речь идёт о том, что в судный день произойдёт война между мусульманами и евреями. Или между некоторыми мусульманами и некоторыми евреями. И тогда дерево скажет «Нет-нет, там не говорится некоторые». Ну, если я скажу тебе, что сказано в этом хадисе. Там сказано, что есть дерево по имени Аркад. Да, и это дерево, оно станет живым. Это неодушевлённое существо, которое станет одушевлённым. И оно поможет, поможет и направит мусульман к уничтожению своего еврейского врага. Вот и всё. То есть, в то конкретное время апокалиптического периода, этот хадис не указывает на то, что «Да, как ты сказал события прошлого. Я согласен». Ты не думаешь, что нам следует избавиться от этого хадиса, в котором говорится об убийстве евреев? Хорошо. Позволь мне задать тебе вопрос. И нет, я не думаю. И буду с собой полностью честен. Я традиционалист. Я следую Писанию, что фундаментально означает, что я верю в Коран, а затем верю в подлинную сунну. Так что ты никогда не поймаешь меня на том, что я говорю, что мы можем избавиться от любого достоверного хадиса. Просто, если быть полностью тесным. Но тогда я задам тебе вопрос. Ты знаешь, в Таразаконе, глава 13, стихи 6 по 10, там написано, «Если кто-то из близких, будь то брат, сын, или дочь, или любимая жена, или близкий друг, тайно станет убеждать тебя, поклоняться другим богам и скажет, «Пойдём и станем служить другим богам, убей того человека, забей его камнями, первым подбери камень и брось в него, а потом пусть весь народ забьёт его камнями насмерть». Это есть в Библии вашей Торе. Я осуждаю это. То есть ты избавишься от этого? Мы должны избавиться от этого. Хорошо. Прекрасно. Он сказал, что... Подожди, подожди. Он сказал, что осуждает это. Если это есть в Торе? Да. Если это есть в Торе? Да. Избавьтесь от этого, потому что я думаю, что это не должно быть. Я очень рад. Работа завершена. Ты знаешь, почему? Потому что я думаю, что впервые в истории ты осудил другое писание. Я очень рад, что ты теперь посмотрел на это. Я также осуждаю нацизм. Нет-нет, я говорю о священных писаниях. Ас-саляму алейкум, братья и шустры. Это автор канала Призыв Дава. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дават. Аллах наградит вас за это. Ас-саляму алейкум.